всем большой привет и добро пожаловать на наш канал просто рецепт сегодня я готовлю очень вкусные настоящие карельские калитки оставайтесь со мной будем готовить вместе сначала я приготовлю тесто и для него мне понадобится 200 миллилитров кефира 200 грамм ржаной муки у меня здесь обдирная мука 120 грамм пшеничной муки высшего сорта одно яйцо и пол чайной ложки соли в миску наливаю кефир добавляю к нему яйцо и соль все хорошенько перемешиваю чтобы соль разошлась в кефире далее добавляю ржаную муку и постепенно ввожу пшеничную муку не всю сразу и замешиваю тесто тесто должно быть плотным но эластичным в итоге получается вот такое ржаное тесто перекладываю его в пакет и дам ему отдохнуть полчаса пока тесто отдыхает я подготовлю начинки у меня и сегодня будет две сладкое и не сладкое для сладкой я взяла 180 грамм творога у меня 5 процентной жирности 2 столовые ложки сахарного песка столовая ложка кукурузного крахмала без горки одно яйцо пакетик 10 грамм ванильного сахара и эти калитки сверху я буду присыпать ягодками клюквы у меня попалась клюква садовая она крупная и я ее нарезала на мелкие кусочки эта начинка готовится очень просто к творогу добавляю сахарный песок ванильный сахар яйцо и крахмал все тщательно перемешиваю творожную начинку лучше просто перемешать ложкой без блендера так как блендер сделают ее жидкой а жидкая начинка мне здесь не нужно вот такая она получается для несладкой начинки я уже отварил 400 грамм картофеля слила с него полностью жидкость здесь у меня 60 грамм натертого сыра немножко зелени и понадобится еще соль начинки могут быть совершенно любые на ваш вкус и варианты начинок я оставлю в описании под видео разминаю картофель добавляю к нему сыр зелень и немного соли и все тщательно перемешиваю и вторая начинка у меня тоже готова и сразу подготовлю то чем буду смазывать перед выпечкой калитки здесь у меня три столовые ложки сметаны и один желток все тщательно перемешиваю и готово столб припыляю мукой выкладываю на него тесто и скатываю в колбаску и все тесто я делю на небольшие кусочки каждый скатываю в шарик я их обязательно прикрываю пленкой потому что тесто очень быстро заветривается теперь беру один шарик хорошенько его припыляю мукой и тонко раскатываю делаю сначала такие заготовки а потом буду их начинять складываю я их вот так вот стопочкой друг на друга беру первую заготовку выкладываю на нее начинку полной столовой ложки будет достаточно распределяю ее прям тоненько таким вот образом и формирую калиточку защипываю и с двух сторон получается вот такая вот тоненькая красивая калитка беру следующую заготовку выкладываю начинку и распределяю готовятся они очень просто быстро и вот таким образом я готовлю все калиточки с картошкой перед выпечкой начинку у калиток смазываю сметаной желтком все калитки ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку 200 градусов примерно на 20 минут смотрите на особенности своей духовки готовые калитки я перекладываю на доску и края теста я смазываю растопленным сливочным маслом теперь я покажу как я готовлю из творога беру заготовку выкладываю столовую ложку творога также ее распределяю немножечко ягодок клюквы и защипываю края готовую калитку с помощью лопатки переношу на противень следующую партию калиток я отправляю в духовку с творогом калитки я не покрываю сметанкой а вот с картофелем также покрыла сметаной желтком ставлю выпекаться спасибо за просмотр! И вот такие чудесные карельские ржаные калитки у меня получились. У них потрясающе нежное, хрустящее, тонкое ржаное тесто. Оно очень вкусное и приятное в работе. Для них можно использовать совершенно разнообразные начинки. И всегда это будет что-то новенькое, интересное и аппетитное. Я от всей души вам рекомендую их приготовить и попробовать. Это очень вкусно, просто, легко и быстро. И такие открытые пирожки понравятся всем и деткам и взрослым. Готовьте с любовью и удовольствием. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока.